Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему ваш будущий избранник. Кто он такой и как вы с ним встретитесь, при каких обстоятельствах. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И давайте посмотрим, какими же будут отношения с тем самым любимым, единственным принцем, рыцарем, который стремится в вашу жизнь. Вот успешные долгосрочные отношения. Здесь, знаете, здесь мужчина войдет в вашу жизнь для того, чтобы подарить вам новые возможности, открыть двери в счастливую жизнь. Велика вероятность того, что начнутся отношения на расстоянии, с переписки, с знакомства в интернете. Либо же вы поначалу можете находиться в разных городах, в разных странах даже. Но именно появление этого человека в вашей жизни положит начало чему-то такому замечательному, чему-то волшебному. Ваша жизнь рядом с ним, она не будет похожа на ту, к которой вы привыкли. И много для вас будет вопросов, которые будут вызывать у вас некие такие сомнения, которые будут вас как будто вот в лабиринт помещать. И нужно будет эти загадки разгадывать. Нужно будет решать, как действовать в той или иной ситуации. Вам, возможно, придется принять какие-то привычки, какие-то обычаи, которые вам ранее были несвойственны. Тем не менее, та жизнь, в которую вы войдете вместе с ним, она будет полна благополучия и радости. Да, это будет непривычно, но это будет красиво, интересно и совершенно не скучно. Давайте посмотрим, кто же он, этот ваш будущий избранник. Кто он? Карта Мир. Вы знаете, велика вероятность того, что человек на самом деле иностранец. Карта Мир – это, знаете, вот выход за рамки привычного. Это может быть человек из другого города, из другого государства, из другой страны. Человек, который не создает проблемы с ничего. Он живет, он наслаждается жизнью, у него все хорошо, у него все гармонично. И он изначально идет к вам с чувствами. Здесь изначально, вот знаете, как любовь с первого взгляда, взаимопонимание. Понимание того, что вот она, та единственная. И вы, собственно, поймете, что вот он, мужчина, который сможет сделать меня счастливой. Он по натуре победитель. Он по натуре человек, который привык добиваться поставленных целей. Причем, вы знаете, он уверен в том, что он прав. Есть люди, которые готовы его поддержать, которые готовы его поддерживать. Возможно, изначально здесь, знаете, вот звезда, шестерка жезлов – это как общие цели. Здесь возможно общение по поводу решения каких-то совместных вопросов. Допустим, вы вместе работаете над каким-то проектом. Либо же есть какие-то общие цели и задачи, которые вам придется вот именно совместно решить. Чем он занимается? Какой вообще его статус? Что он вообще из себя представляет? Что это за человек? Человек очень активный. Да, человек постоянно стремится к чему-то лучшему, постоянно ставит себе новые цели. Это может быть бизнесмен. Это может быть человек, который очень увлечен карьерой. Да, для него, как это правильно сказать, достаток, благополучие, стабильность финансовая. Это все для него очень важно. И он очень самодостаточный. Он не будет вступать в отношения ради скуки, ради того, чтобы просто в этих отношениях быть. Он знает себе цену и он будет принимать рядом с собой только такого человека, который не нарушает его целостность и самодостаточность. Грубо говоря, здесь ваш союз будет весьма таким зрелым. Не созависимые отношения, а вот именно зрелые, когда люди осознанно выбирают себе пару. Успешный человек. Человек успех, на самом деле, скорее всего, связан с какими-то крупными важными делами, с бизнесом. И человек такой, знаете, удачливый. Это не какой-то там гремыка, который старается вот выбиваться, перебиваться с одного момента на другой, с одной работы на другую. Здесь он знает, чего он хочет. И он четко, твердо идет к этой цели. Как познакомитесь? Ну, собственно, здесь общие дела могут объединять. Уже посмотрели. Давайте посмотрим, как же вы с ним познакомитесь. Что это будет за знакомство? Ну, здесь, да, здесь прям любовь с первого взгляда. Здесь либо будут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, либо же какая-то ситуация, в которой он вам поможет. Здесь, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Башня, солнышко. Здесь какая-то проблема, которая решится в благоприятном, благополучном для вас ключе. Такое ощущение, что вы будете как в беде, в какой-то сложной ситуации. Вам нужна будет помощь. И вот тут сама госпожа Фортуна вам его, собственно, и направит на помощь. Да, будет сложная ситуация, но он вам поможет из нее выбраться. Он вам протянет руку помощи, он проявит себя как настоящий мужчина и сделает очень красивый жест, такой, как вот давай я тебе помогу. Но здесь сразу же зародится между вами симпатия. Какой-то период времени вы будете присматриваться друг к другу. Причем, вы знаете, вот королева мечей, она может здесь отыгрываться двояко. Во-первых, здесь вы можете быть этой мечевой королевой, когда внутри вас живет некое такое вот недоверие. То есть, что такое? Такого не бывает вообще. Я должна осмотрительно относиться к тому, что со мной происходит. Да, совершенно верно. Я не буду спешить, я подожду, как он себя проявит. Также эта королева мечей может символизировать влияние другой женской фигуры. Это может быть кто угодно. Это может быть его мама, его родственница, даже потенциальная соперница, которая так или иначе будет замедлять развитие ваших взаимоотношений. И здесь-то будет та самая загадка. Надо, не надо, по судьбе, не по судьбе, стоит, не стоит. Но, судя по всему, стоит. Давайте посмотрим, к чему же в итоге приведут ваши взаимоотношения. Паш Пентаклий. Новые шансы. Вообще, предложение. Паш Пентаклий справедливо. Здесь действительно предложение руки и сердца. Ну да, король Пентаклий. Предложение о том, чтобы узаконить отношения и стать вашим королем Пентаклий. Стать для вас мужем, отцом вашим детям. Подарить вам стабильность. Подарить вам уверенность в завтрашнем дне. Здесь будут и подарки, здесь будет такая атмосфера, когда мужчина готов полностью о вас заботиться. Полностью решать все ваши проблемы. Все ваши проблемы, ну и свои, естественно, он тоже будет решать. Как вы себя будете чувствовать в этих отношениях, вот эмоционально? Как вы себя будете чувствовать? Вам поначалу будет страшно, вам поначалу будет страшно, потом вы освоитесь. А почему страшно? Здесь знаете, такая ситуация, карта дьявола, это карта зависимости. Такое ощущение, что вы привыкли опираться, полагаться на себя, на свои силы. И для вас будет несколько непривычно, когда все ваши заботы, все ваши хлопоты готов решить какой-то другой человек. Вы будете чувствовать себя, как будто, вот знаете, я зависима от тебя. Но у мужчины четкая позиция, вот именно поэтому и лабиринты. Для вас это будет загадкой, как такое возможно на самом деле. Но у мужчины четкая позиция, что если я беру на себя ответственность за ту женщину, которая рядом со мной, я полностью решаю все ее проблемы и вопросы. Что с вами дальше? Сможете ли вы принять это состояние? Да, да, вы привыкнете, вы привыкнете, у вас в дальнейшем будет, знаете, вот тройка пентаклей, тут жезлов. Здесь будут и совместные какие-то дела, вопросы, планы, проекты, просто интересы, которые позволят вам понять, что вы не просто содержанка, я прошу прощения, что вы не просто сидите у него на шее, да, и зависите от него, а то, что вы полноценно, полноправно участвуете, принимаете участие в его делах, в его жизни. И вы ощутите уже такую более твердую почву под ногами, вы почувствуете себя счастливой. Это будет совершенно новый этап вашей жизни, это будет какая-то новая реальность. Поначалу, да, действительно будет чувство некого такого дискомфорта, повторюсь, потому что для вас это будет вот непривычно, несвойственно. Но потом все вот эти вот страхи, сомнения и трудности, они развеются, потому что действительно вы шагнете с этим мужчиной в новую для вас реальность, счастливую, благополучную, достойную. Вот такой прекрасный расклад у нас с вами получился. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До встречи с вами в новых видео.